В 2010 году ко мне в зал «Оркестреон» после некоторых звонков с администрации нового проекта музыкального приехало два молодых человека, ну, чтобы познакомиться с залом. Я говорю, ну, пошли, посмотрим зал. Они говорят, сейчас подождите, сейчас еще один человек должен прийти. Я говорю, кто? Да, Олег Меньшиков. Впорхнул Олег Евгеньевич Меньшиков в своей лисей шубе, похлопал в ладоши. Акустически эта площадка ему, естественно, подошла, а то, как она могла не подойти, это все-таки репетиционная база Российского национального оркестра. И с 2010 года этот коллектив сел к нам на базу. Фактически я тоже могу сказать, что имею небольшую причастность к этому коллективу. И еще до назначения Меньшикова, главным режиссером, художественного руководителя, ну, в общем, главным человеком в театре Ермолова, уже это была трендовая история, потому что это были аншлаги в Моссовете, а там, по-моему, 1200 мест. И сразу с первого спектакля это были аншлаги, а в Ермоловском театре там 700. То есть, в принципе, это были первые спектакли, которые сразу сделали шум. И, в общем, медь — это действительно такое эпическое уже завоевание московской театральной сцены. Потихоньку, потихоньку я предлагал ребятам что-то начинать делать самим. И, наконец, мэтр разрешил в июле этого года, он действительно официально разрешил присвоить этому бенду имя Духовой оркестр Олега Меньшкова. И сегодня фактически новая программа, премьерная. Я не удивлюсь, если она действительно тоже войдет в репертуар театра Ермолова, тем более у них там и площадка есть новая. Так что Меньшков с нами. И это действительно коллектив, который не просто так назвался, а по праву. Поэтому никто не должен быть сегодня расстроен. Это новый этап коллектива, и не всегда худо-рук выступает со своим коллективом. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Добрый вечер. Я хотел поблагодарить Геннадия за приглашение и за такой вот шанс и возможность выступить перед вами. Прежде чем мы начнем, я немножко хотел рассказать вообще, как мы готовились к всему этому мероприятию. Дело в том, что мы с ребятами перед своим выступлением перебрали огромное количество вариантов из серии «Что сказать? С чего начать?». Вот не поверите, я даже нашел подробную инструкцию, как и что нужно делать, когда вышел на сцену вести концерт. Вот как примерно это выглядит на бумаге. Вот я не поленюсь, процитируюсь дословно. Подождите несколько секунд после третьего звонка. Публика должна занять свои места и успокоиться. Выйдите на сцену и поздоровайтесь. Ну, этакий рецепт праздничного борща из кулинарной кухни. Ну, книги, да, согласитесь. Просто как в автобусе. Выдерни шнур, выдави стекло. Нет, ну все понятно, а как сделать? Я вот, к примеру, как дирижер со зрителями привык общаться вот спиной и руками. И вот, кстати, и вот настал, кстати сказать, не такой уж и долгожданный момент, когда довелось что-то произнести face to face. До этого момента я думал, что муки творчества — это поиск оригинальных музыкальных решений. Ну, или там поставить программу за два дня. Сейчас. Как оказалось, нет. Вот в данный момент для меня творческие муки — это не забыть, зачем сюда вышел. Но, находясь на этом пятачке, я прекрасно понимаю, почему Владимир Алексеевич Андреев, народный артист СССР, на секундочку, да, с таким удовольствием и упоением каждый год на новогодних вечерах в театре Ермоловой с нами распевает песню о добром зрителе в девятом ряду. Если кто не помнит текст, я напомню. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только браво кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду. Вот наверняка это про меня. Ну, на мой взгляд, разница между бывалым артистом и начинающим в принципе не так уж и велика. Вот как вы думаете, музыка-кино — это классика или современность? Или вопрос другой. Могли бы классики прошлого в наше время стать кинокомпозиторами? Ну, или такой вопрос. Вот насколько музыку, написанную для кинофильмов, можно считать классической? Вот на этом вопросе я, пожалуй, пока и остановлюсь. Ну, как вы думаете, музыка-кино? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где-то на заре звукового кино отношение к музыке в кино было чисто академическое Выдающиеся классики писали для кинематографа настоящую симфоническую музыку Вот в нашем кино такими были Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов и многие-многие Но это ведь все говоря языком категории 16+, а музыкальный вкус закладывается ведь с детства Чувство прекрасного у ребенка рождается в самом раннем возрасте И не одно поколение детей растет на наивных и трогательных песнях Крылатого, Шиинского, Гладкова Да, смешные и добрые, трогательные и грустные Мультфильмы не оставляют нас равнодушными Ну, в принципе, не только нас, но и малышей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Музыкальное сопровождение фильма это огромная часть работы режиссера, заложенная в производство фильма. Как говорится, в точку, подобранная музыкой, это залог узнаваемости кинокартину на всю оставшуюся жизнь. Очень часто фильм ассоциируется с определенными актерами. Точно так же песни и музыка, звучащие в кино, проводят параллель между собой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая глава называется «Актер-певец». Марк Бернес о своем исполнении никогда не говорил «Я спою». Он говорил «Я расскажу вам песню». Он никогда не считал пение своей профессией. Прежде всего, я артист кино, говорил он. А мои песни – это моя любовь. Может быть, от того, что нам рассказали, а не пропели, эти песни стали такими близкими. А возможно, от того, что рассказано это было со всей душевной теплотой. Мы и дорожим этим первым правильным вариантом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О чём я печаюсь, о чём я грущу, Одной лишь гитаре открою. Девчонки записали всю вещь, И днём вечернюю порой. Девчонку без адреса всю вещь, И днём вечернюю порой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быть может, она далеко-далеко, А может, уже она близко, Найти человека в Москве, Когда неизвестна прописка. Найти человека в Москве, Когда неизвестна прописка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...